Девушки отдыхают Я ему там такой ад устроил Ты мне будешь работать с вазелином или без? Такого вы не видели никогда Я двуречная сия Мне по*** на вас так же как и вам Все это в программе Судебные страсти с Николаем Бурделовым Сегодня в программе Я бросала бомбу в машину Это вы так шутите, да? Ты что, телефон бросал? Истец Алла Семенова утверждает, что в открытое окно ее автомобиля Влетела бомба Девушка успела отреагировать И выбросила подозрительный предмет из салона В результате Алла вынуждена отвечать в суде За порчу чужого имущества Вы считаете, Настя хотела выйти замуж за вас или нет? Да, конечно, никогда не хотела выходить Да что ты думаешь своей африканской головой? Она была против, она тебя все подмутила Свадьба африканца Бернара Мамбаны Расстроилась в одночасье Он лишился не только невесты Но и всего своего состояния Мать девушки утверждает, что африканец никогда не был женихом ее дочери Моя бывшая жена и ее мать Всяческим образом не разрешают мне видеться с моим сыном Истец, что значит бывшая жена? Вы, насколько я понимаю, женщина До перемены пола Дарья Масновская была мужчиной После операции она развелась с женой Но не перестала любить сына Она требует встреч с ребенком И не видит проблемы в том, что мальчик увидит попу в женском обличье Истец Андрей Поляков подает иск на сумму 60 тысяч рублей за порчу имущества Ответчик Алла Семенова с иском не согласна Так как считает, что действовала в рамках самообороны Слушание дело открыто Истец, слушаю вас Поляков Андрей Дмитриевич Андрей Дмитриевич, что произошло? Я требую, чтобы вот эта дамочка возместила мне ущерб Вы знакомы с этой дамочкой? Фактически нет Не знакомы Так, называйте тогда эту дамочку ответчиком Ответчиком, хорошо Я хочу, чтобы ответчица заплатила мне 60 тысяч рублей Тех денег, которые я внес за ремонт моего нового автомобиля Она его испортила Каким образом ответчику удалось испортить ваш автомобиль на такую крупную сумму? Дело в том, что я купил новый автомобиль Стоял в пробке Тут пробка стала рассеиваться И я двинулся В этот момент я заметил, что в мой автомобиль летит какой-то предмет Он ударяется об мой бампер Я кричу этому человеку То есть ответчице Стой, ты что делаешь? Но она нажала по газам и исчезла Я вовремя успел запомнить номер и записать Я вышел из машины И заметил, что на моем новом черном перламутровом бампере Образовались царапины и ссадины И решили провести оперативно-розыскные мероприятия, да? Ну да Но прежде я заехал в автосервис, где мне это все уладили И предоставили вот счета за определенные работы Передайте, пожалуйста, суду То есть вы настаиваете на том, что ответчик Специально, умышленно Повредила ваш автомобиль вот на эту сумму На 60 тысяч рублей, да? Ну естественно, потому что это она бросила предмет определенный В мою машину Естественно, в этот момент Автомобиль застрахован был? Нет, ваша честь Не успели застраховать, понятно Об этом я не подумал А что это за предмет такой? Вот, пожалуйста, вот этот телефон, я его специально принес Передайте мне, пожалуйста, телефон Представляете, если вместо телефона она бросила бы монтировкой То есть вы утверждаете, что именно этим телефоном была причина травма вашему автомобилю? Да, ваша честь На сумму 60 тысяч рублей, да? Как вы верите, боже мой А как? Там насчитано все в документах Понятно Подделал документы Так, ответчик Скажите, пожалуйста, вы признаете иск? А куда ей деваться-то? Нет, я подаю встречный иск Ну, конечно Я не согласна Ты за машину расплатись А почему... так, истец, мы выслушали вас Спасибо Ответчик, почему вы не признаете иск? Потому что... Вы бросали этот телефон в машину? Нет, я бросала бомбу в машину Что-что? Я бросала бомбу в машину Это вы так шутите, да? Какую бомбу? Ты что, телефон бросал? Истец Бомбу Да у нее с мозгами что-то не так Истец Давайте, давайте сейчас выясним Нет, я действительно бросала бомбу Что у нее с мозгами Я действительно бросала бомбу Которую вылетела из его машины Ну, посмотрите, курица У нее точно что-то с головой Истец, молчите Ответчик, ну-ка расскажите Что это за бомба такая? Дело в том, что я ехала за рулем В этот момент этот мужчина постоянно ехал возле меня Он постоянно заигрывал, улыбался, мигал Мне было явно не до этого Я ехала на важную сделку Я генеральный директор фирмы очень крупной Мне постоянно звонили люди Ждали, я стояла в пробке У меня нервы И этот ублюдок еще ко мне заигрывает Так, ответчик, и вас я предупреждаю Нельзя нарушать порядок Выбирайте выражение Да Ваша честь, вы спросите, генеральный директор, чего она? Паратки с арбузами Истец Помидоров Истец, вы же провели оперативно-рестные мероприятия И нашли ответчика Нашли, записали номер, нашли Сейчас привели в суд Вы должны все знать, кем он работает Знаем мы таких директоров Но все, стойте и молчите, хорошо А тебе за... Штрафую вас на одну тысячу рублей С нее, вот, ваша честь, согласен Я штрафую вас на одну тысячу рублей Хорошо Вы меня поняли? Да, понял В следующий раз удалю вас из зала Хорошо И решу вопрос, ваше отсутствие Этот мужик со мной ездил по пятам Куда я, туда и он Я перестраиваюсь, и он перестраивается Я открыла окно, он мне мигает Я просто открыла окно, чтобы покурить Так Когда я ехала с открытым окном Ко мне влетел какой-то предмет Который кинул вот этот мужик И когда он летел Водитель автомобиля, да? Да, водитель автомобиля Который рядом со мной постоянно ехал То есть кинул истец Да, он летел Я подумала, что это бомба Я машинально сразу выкинула этот предмет Прямо вот оттуда Откуда Так, стоп, 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 стоп Телефон я ей бросил Так что это Так это ваш телефон Да, это мой телефон Есть такой способ старый для знакомства Я с десятью девками таким познакомился Но я не знал, что это курица такая купая Казанова, блин Красавец Берет и бросает его в мою машину Это ты Значит, ответчик Из машины Одну секундочку Истец, вы подтверждаете Что этот телефон Сначала Вы передали путем заброса В машину Ответчика Да Так, вы передали ответчику этот телефон Путем заброса Есть такой способ знакомства, ваша честь Да кто на тебя посмотрит Ну не ты в крайней степени Понятно Понятно В том-то и дело Так, ну и что было дальше А когда прилетел ко мне телефон Или вот предмет, который я думала Я курила сигарету Думала, а чем ты думала-то? Так, да перестаньте вас оскорблять Женщина же стоит перед вами Женщина? Женщина, женщина Ну пускай 60 тысяч отдаст мне Это суд решит Вы обратились в суд И я решу сейчас Да дело в том, что ваша честь Отдавать вам 60 тысяч рублей Или нет В качестве возмещения ущерба Это вы мне еще ответите Стойте и молчите Говорите дальше После того, как он прилетел Я испугалась и машина Он прилетел, то есть телефон А, на крыльях Уже как я подняла Так И я сигаретой пропалила вот себе лицо Посмотрите Да я пьяная лежала где-нибудь в постели Забыла про окурок А какие-то документы подтверждающие Что именно в этот день Вы этот ожог получили в результате виновных действий Местца есть? Нету Вы не обращались в медицинское учреждение? Нет, у меня никаких дел не было Свидетели, может быть, у вас есть? Нету Подтверждающие нет? У меня бизнес, понимаете, я спешила Мне не до таких козлов, как он Да прекратите вы ругаться Да она очередную жертву хотела хомутать Приехала Да это он Минуточку, естественно Насколько я понял На дороге, на шелке Насколько я понял И вы только что это заявили сами в суде Вы хотели, забросили этот телефон Потому что у вас такой способ знакомства Посмотри на себя Или у тебя зеркало маленькое в машине Чтобы не увидеть А ответчик Так, теперь я сейчас сформулирую ваши мысли Ответчик воспринял этот телефон За предмет опасный Который может представлять опасность Для ее жизни и здоровья И выбросил этот телефон Из своей машины Скажите, ответчик Вы специально Молчите Ответчик Вы специально бросили в машину Или просто выбросили из машины Нет, я выбросила его Потому что Я думала, что это либо взорвется Либо нанесет мне какой-то физический ущерб Понятно Вы какой-то встречный иск хотели подать? Да, подаю встречный иск У меня лицо дороже, чем его машина Твоё лицо налепить вместо номера Понятно В чём встречный иск Сформулируйте свой Тебя даже на машину нельзя Ответчик Сформулируйте встречный иск Да их за руль-то садить нельзя С больной головой Видите, швырящий Да таких казанов вообще нельзя выпускать на дорогу Вы отказываетесь сформулировать встречный иск Суд удаляется для принятия решения Горячие разборки прямо в зале суда Выведите, пожалуйста, здесь сайт зала Незаслуженное обливание грязью Дура, в суд пришла Маленькие трагедии из-за больших глупостей В последнее время мы вот с ней вдвоём не спим Ну, не даёт она мне Такого вы не видели никогда Всё это в программе Судебные страсти с Николаем Бурделовым Суд оглашает принятые решения По общему правилу истец Вред, в который причинён имуществу гражданина Подлежит возмещению в полном объёме Лицом, которое причинило вред Однако при виновности потерпевшего И отсутствии вины причинителя вреда В возмещении вреда может быть отказано На этом основании суд признаёт действие истца Который бросил свой телефон в салон автомобиля ответчика Виновным, в форме умысла И считает ответные действия Семёновой правомерными То есть невиновными Руководствуясь статьёй 1083 Гражданского кодекса Российской Федерации В удовлетворении иска вам, Андрей Дмитриевич, я отказываю Решение суда сторонам понятно? Да Слушание дела окончено Решение суда В иске отказать Далее в программе Вы считаете, Настя хотела выйти замуж за вас или нет? Да, конечно, никогда не хотела выходить Да что ты думаешь о своей африканской голове? Она была обвода, что она всё подмутила Счастье африканца Бернара Мамбаны оборвалось в одночасье Он лишился не только невесты, но и всего своего состояния Несостоявшаяся тёща купила квартиру на его деньги Но настаивает, что её дочь не собиралась замуж Моя бывшая жена и её мать всяческим образом не разрешают мне видеться с моим сыном Естественно, что значит бывшая жена? Я вам честно Вы, насколько я понимаю, женщина Ещё год назад Дарья Мысновская была мужчиной После операции по смене пола жена развелась с ней А теперь запрещает видеться с сыном Дарья скучает по мальчику Но как объяснить ребёнку, что его отец теперь женщина? Он не допустит беспорядка в суде Но с бузиной Стоп, сейчас здесь буду я Судья Николай Бурделов Естественно, давайте достойно сегодня закончим судебный процесс Отвеча в конце концов Судья Николай Бурделов Самый строгий судья Пристав, встаньте между ними Смотрите программу «Судебные страсти с Николаем Бурделовым» Теперь помолчите Естественно, что вы не можете Истец Бернар Мамбана Требует возместить материальный ущерб в размере 80 тысяч долларов Представитель ответчика Елена Баранова С иском не согласна Считает, что деньги были подарены её семье Слушание, дело открыто Ваша честь Я пришёл подавать иск На мою Будущую Мою инвесту Будущую жену За то, что она меня обманула Украла мне деньги Сумму по 80 тысяч долларов США Я понимаю, по крайней мере, что она не виновата А виновата всего Это старуха её мама Потому что она в первом начале была против Они меня просто обманули и деньги украли Как это произошло, истец? Произошло просто Я с Настей познакомился по интернету По сайту знакомства Мы с ней переписывались почти год И уже полюбили друг друга По интернету? Год Настя присутствует в зале суда? Конечно, она здесь Вот Настя Настя, встаньте, пожалуйста Присаживайтесь Так Мы переписывались почти год И я все это Все годы Мне стали приехать мне в Россию Но чтобы переубедиться Увидеть мою будущую жену Вот я приехал здесь год Они меня приняли Я у них ночевал Пошли вместе Вот У них в квартире А мы разговаривали Все обсудили вопрос Как мы будем жениться Просто мама мне сказала Такой вопрос Что она не отпустит нас ко мне домой Народный, где я живу Я сам из Конго Республика То есть Бразовель Столица Конго Она ее туда не опустит Если я хочу с ней жениться Мне надо сюда приехать Чтобы здесь жить Я настолько понял Что у них квартира маленькая Были двукомнатами Они там в треем жили Маме то есть И Настя И еще бабушку А мы сидели на кухне Когда это Были вечерком Пили чай Мы обсуждали вопрос Что у меня есть свой бизнес Я занимался бизнесом У себя Народный И я им сказал Что обещали Я говорю Я поеду к себе Народный Продаю сейчас Свой бизнес И пошлю вам деньги На эту деньги Вы просто Купите Одну комнатную квартиру Когда я здесь приеду Когда мы с Настей поженимся То мы будем жить отдельно Тебе то ли это приснилось Все вообще не понятно Понятно Истец Скажите пожалуйста Вы Осуществили свой план Конечно да Да Вы Купили эту квартиру Я не купил квартиру Сколько я Были народный Я пересылали деньги Вот у меня все Бумажные Переводы Деньга Которые я пересыл Передайте пожалуйста Суду Это Это документы Подтверждающие Перевод Денег В Россию В размере 80 тысяч долларов А что там у вас осталось Еще Ну это переписка Которая у нас Прошла через интервью Передайте ее суду Пожалуйста Так я понимаю Здесь фотографии Ваши невесты Да Да Понятно Все сфабрикова И что же произошло Вы перевели деньги И что дальше Я перевели деньги По крайней мере Скоро кратки были На сообщении Как обычно Она у меня Уже Но когда я приехал Здесь я даже успел Купить обрушальное кольцо Обрушальное кольцо Чтобы делать знак Что поеду Когда приеду Мы окончательно Поженимся Я приехал Раньше Где они жили А там нет никого Квартира закрыта Я как обычно Вот звонок Звонили Там никто Меня открывает Кто-то другого И мне говорят Таких семей Они здесь не живут Давно уже Самое главное Что у меня Когда я еще здесь Были до этого У меня были знакомые Которые я успел Знакомиться Есть у меня свидетели Василий Петрович Ну дворник Который Я спутался Дворник На что свидетель Так Но он есть мой свидетель Я понял Так вы что И он сказал вам Где они живут Он Сразу мне не сказал Где они живут Просто мы с ними Как и дружили Как и раньше Я с ними были И объяснили Вот что случилось Он мне говорит Что он поможет Он поможет А он секретно Через какого-то бабушку Потому что дружил Он раньше Или не знал Но дружится Бабушка Настя Он узнал ли Телефон Адрес А где они живут Да не бабушка А мама Настя Что ты меня бабушкой Все называешь Бернар Скажите пожалуйста Что вы хотите От суда Российского суда Я хочу разобраться Потому что мне нужна Справедливость Потому что я не терял Только деньги Вы хотите разобраться Да И что вы хотите Вы хотите Чтобы вам вернули Эти деньги Мне чтобы вернули деньги Я не терял Не только деньги Здесь которые были Вычислены Насте И еще теряю Я все теряю То что я останусь Здесь вот В вашем стране Россия То есть с пустыми руками Не деньги И не невест Вы считаете Что Настя Вот Настя Которая присутствует Здесь в зале Ваша невеста Хотела просто-напросто Получить деньги И обмануть вас Она не хотела Не имела умысла Выйти замуж Но если она В этого не хотела Кто-то Потолкали ее туда Истец Я хочу узнать Вы считаете Настя Хотела выйти замуж За вас Или нет Она хотела Да Но мама В первую очередь Она была против Да что ты думаешь Своей африканской головой Она была против Замуж какой-то Понятно А почему Кому вы перевели деньги Вы перевели деньги Насте или ответчику Насте А почему вы пригласили Тогда в суд ответчика Ну потому что Настя здесь Она может отвечать Понятно Ответчик Скажите пожалуйста Вы признаете иск Нет конечно Итак ответчик Истец заявил о том Что он хочет Вернуть Свои деньги Которые он перевел На Ваш адрес Я пока Не могу понять В чей адрес Я вам все расскажу Да Расскажите пожалуйста Ну во первых Я представляю интересы Своей дочери в суде Так Ответчик Скажите пожалуйста А почему вы выступаете В качестве ответчика Ну мы посчитали так правильно Что значит вы посчитали Ну я так считаю Она моя дочь 20 лет Что она ребенок Еще может знать В такой ситуации Я все знаю Я в курсе всего Я отвечу за нее И за себя Понятно Представьте пожалуйста Так ответчик Да Представьте доверенность Мне пожалуйста Пожалуйста Настя встаньте пожалуйста Передайте мне доверенность Настя Скажите пожалуйста Почему не вы А ваша мать Представляет ваши интересы В суде Ваша честь Моя мама Самый близкий мне человек И она в этой ситуации Найдет Что сказать Лучше меня Понятно Ответчик Присаживайтесь Настя Ответчик Объясните пожалуйста Ваше отношение К иску Иск я не признаю Однозначно Все что сказал Бернар это с первого до последнего слова Все неправда А что неправда Он приехал сюда в столицу Сейчас это модно Вся молодежь переписывается по интернету Он приехал сюда У него ни знакомых Ни родных Мы его приняли как своего Он целый месяц прожил у нас Так И ел И пил И спал Ты вообще понимаешь Сколько в Москве стоит Ночь переспать Сколько это стоит У меня есть Друзья Мы отнеслись к нему Очень доброжелательно Я сам Бывкий студент Бабушка его кормила Так истец Ты все сказал Дай мне сказать Я молчала Я попрошу вас Помолчите пожалуйста Рассказывайте Бабушка кормила его Все прихоти его выполняла Вплоть до вареников с вишнями Все было очень хорошо Все нормально Ну и естественно Наше состояние Когда он прислал На дочку перевод Мы просто посчитали Это как он нас отблагодарил Просто за гостеприимство Она учится в институте Скажите пожалуйста Ответчик А сколько времени Истец прожил В вашей квартире Месяц Один месяц Да А сколько денег Он перевел На ваш счет 80 тысяч долларов 80 тысяч долларов США Да То есть вы считаете Что Вы принимали Вы оказали услуг Ответчику На 80 тысяч долларов За один месяц Нет Я так не считаю Он переслал Этот перевод Моей дочери Да Ну Ну мало ли Может у них там в Конго Такие вообще законы Чтобы девушку так отблагодарить Откуда я знаю А за что он отблагодарил девушку За 80 тысяч долларов Ответчик скажите пожалуйста За что он отблагодарил вашу дочь Он симпатизировал ей За гостеприимство Мы его как своего родного приняли Почему нет Ответчик Вам было известно Что истец с вашей дочерью Хотят зарегистрировать брак Ни о каком браке Вообще речи быть не может Ей 20 лет Она в институте учится Ей нужно получить образование Ну какие могут быть И вообще какая-то Африка Куда бы я ее отпустила От себя Никогда Понятно Что вы сделали С этими деньгами После того Когда Бернар Переслал их На ваш счет Ну мы Посоветовались И решили улучшить Свои жилищные условия Поменяли свою Двухкомнатную На трех И переехали В другое место И израсходовали эти деньги На Да конечно Улучшение жилищных условий Да мы их не разбазарили Никуда Ничего не сделали А сделали Устроили себе новое жилье Понятно Ответчик Истец Скажите пожалуйста Вы заключали письменный договор С ответчиками О использовании этих денег По назначению Как вы только что сказали На покупку Однокомнатной квартиры Письменной Нет Ну просто Мы сидели втроем На кухне Как я сказал уже Мы обсуждали вопрос Я им сказал Когда я поеду Я вам Переводы сделаю Деньгами 80 тысяч долларов Вы купили Одну комнату На квартиру Я понимаю И будем жить После свадьба Я понял У меня есть свидетель Я могу пригласить Пригласите пожалуйста Свидетелей Сца Кто это свидетель Это дворник Я так понимаю Да Да Василий Петрович Свидетель Свидетелей Сца Пройдите А что вы видите Смешного Ой Пойди еще трезвый пришел Ну какой свидетель Да ты на себя Посмотри Ответчик Я делаю вам замечание Да Представьтесь пожалуйста Я Кирюшин Василий Петрович Василий Петрович Вы знаете Почему вас пригласили В суд Ну тут Недоразумение вышло За этой дамочкой Елены Владимировны Да он вообще неадекватив Как можно его слушать Вообще Ответчик Я штрафую вас На две тысячи рублей Не просыпай Василий Петрович Да Стойте и молчите Я штрафовал вас На две тысячи рублей В дальнейшем Будете выведены Из зала Это вообще Офигенно Слушаю вас Василий Петрович Ну Ваша честь Я дворник Вот этого дома Где проживала Эта дамочка Будем говорить так Мягко говоря Грубо выражаясь Вот Дворником там Я всю жизнь В этом доме прожил Всех жильцов знаю Вот И знаю эту семейку Хорошо Особенно ее Вот Ну мету я как Тут двор Рано утром Вот и мети Тебя Продолжайте Свидетель Вот Ну мету двор Гляжу тут Из подъезда Вот выходит Темнее ночи У меня глаза на лоб Молодой человек Такой Ну темнокожий Я вот раньше Честно говоря Не видал их Никогда Только на картинках В кино Вот Ну прошел он Мимо прошел Ну я как говорится Знаю всех жильцов Поговорил Оказалось что Бернар Ну Настин как говорится Жених все говорят Вот Ну я Их начал Ну он часто в нашем доме Стал появляться у них Ну я с ним познакомился Как говорится Мы с ним стали В хороших дружеских отношениях Научил как говорится Выпивать Ну Как говорится К водочке Один раз Как говорится Он меня даже иногда Угощал пивом Там на чекушечку покупал В общем Да ты за чекушечку Родину продашь Да Да на себя посмотри А ты мужик Как говорится Да Вот только можешь Позы строить Могу Да Можешь Ответчик Ну ведите себя прилично Не может она вести никак Приличность у нее никак Василий Петрович Продолжайте Итак вы Выпили с ним чекушечку По русски Как говорится Знакомиться Сами понимаете У русских Понимаю На это познакомиться Знакомиться естественно Ну и что вы узнали В процессе знакомства Оказался наш Ну он сказал Что приехал Как говорится С Настенькой Познакомиться Хорошая Очень хорошая Молодая девушка Познакомиться По интернету Вот Она пригласила Ну и решил Жениться на ней Вот С течей Решил познакомиться С бабушкой Тоже Мария Гавриловна Очень хорошая Вот Ну и как говорится Познакомиться И Вот В дальнейшем Как говорится Создать семью Вот Погостил там Ну уехал там Какие-то дела Он бизнесмен Когда он вернулся Из Ответчики Проживали еще в вашем доме Нет Тут какая-то для меня Странная история Произошла Как Бернар уехал Сейчас какое-то время Семья Барановых Внезапно Переехала Вообще В другой дом Съехала Мне так по слухам Что они купили Какую-то новую квартиру В другом месте Понятно Вот Я не знаю Тут обстоятельства Скажите пожалуйста А вы Именно вы дали Адрес Семьи Барановых По новому месту жительства Бернару Да Ну опять же Я мету как-то двор И гляжу Бернар такой Во двор Ну Говорит Вот я приехал к Насте Как говорится Свадьба у нас Туда-сюда А у меня глаза на лоб Я говорю Какая свадьба Они переехали Говорю И никто не знает Где и чего Ну Бернар такой Вот понимаете Сразу прошло У нее такое настроение Как бы свадебное Кислое Вот Как же Говорит так Я говорит там Своё Как говорится Бизнес свой ради Вот сюда вот Потому что не отпускала Она Настю Вот эта вот Дамочка Вот Ну я говорю Бернар И успокаиваю Говорит Бернар Сейчас я узнаю Все это У меня весь дом знакомых Вот Через бабушек Я навал связи И узнал Мария Гавринна Телефон Мы в хороших отношениях Спасибо свидетель Суд удаляется Для принятия решения Судья Николай Бурделов Рассматривает любые иски Это Или это Я не знаю как уже назвать Это чудо природы Самые скандальные дела Молчи Сейчас я говорю Смотрю А с ее туалета Дым валит В программе Судебные страсти С Николаем Бурделовым Я все таки видите Еще Женщина в саку И я конечно отдалась ему Суд оглашает принятые решения Уважаемый истец По законам Российской Федерации Вы При заключении какой-либо сделки Обязаны были составить письменный договор Подписать его И в необходимых случаях Удостоверить эти подписи у нотариуса В данном случае судом установлено Что вы на самом деле перевели В адрес ответчиков 80 тысяч долларов США Суд Находит Что Эта сделка По переводу 80 тысяч долларов Похожа на Договор Дарения Который В данном случае Не обязательно должен быть заключен В письменной форме Ни под договор займа Ни под какой-либо другой договор Данная сделка Не подходит К сожалению Суд Принимает решение Об отказе В удовлетворении Ваших требований Ну если так Я буду Я еще вверх Кроме сюда Оброшусь Решение сторонам понятно Хоть вон Ну как Слушание Дело окончено Решение суда В иске Отказать Далее в программе Моя бывшая жена И ее мать Всяческим образом Не разрешают мне видеться С моим сыном Истец Что значит Бывшая жена Вы насколько я понимаю Женщина До перемены пола Тарья Масновская Была мужчиной После операции Она развелась женой Но не перестала Любить сына Она требует Встреч с ребенком И не видит Проблемы в том Что мальчик Увидит папу В женском обличье Если ваш иск Не принял ни один суд Не расстраивайтесь В программе Судебные страсти С Николаем Бурделовым Вы увидите Дело подобное вашему Смотрите программу Судебные страсти С Николаем Бурделовым Истец Дарья Масновская Требует В суде Установить порядок Встреч со своим Несовершеннолетним сыном Ответчик Наталья Елагина Против общения Ребенка С ее бывшим мужем Считает Что это может Пагубно отразиться На психике ребенка Слушание Два года назад Смотрите ради бога Что вы хотите Я хочу Это единственное Она бросала Наталья Елагина У вас есть свидетельство О рождении Ведет Это был Пригласить С ребенком Я считаю Самые скандальные дела Самые жестокие истцы Мой труд Который я вложил В него Вот он Самые наглые ответчики Я ему там Такой ад устроил Ты у меня будешь Работать с вазелином И без Такого Вы не видели никогда Я двуличная сния Мне по*** на вас Так же как и вам Суду все ясно Все это в программе Судебные страсти С Николаем Бурделовым Свидетель ответчика Пройдите Сволочь ты На себя посмотри Сволочь ты понял Руки убери Свидетель Встаньте пожалуйста На место И я сразу Хочу предупредить вас О том что вы Обязаны соблюдать Порядок в зале суда Вам понятно это? Мне понятно Ваша честь Представьтесь Меня зовут Елагина Нина Викторовна Я мать Наташи И бабушка нашего Внука Никиты Никиты да Я прошу Оградить От посягательства Вот этого Нечто в перьях От нашего ребенка Чтобы он Не испортил его Своими извращениями Он вообще Я не знаю Кострат какой-то Стоит Так Свидетель Пожалуйста Не оскорбляйтесь А это не оскорбление Это как? Потому что накипело Все накипело Это факт Вы никогда не давали нам Нормальной жизни Вы всегда препятствовали Даже нашему браку с Натальей Когда еще мужчиной была Что ты хочешь? Ты не понимаешь Что ты сделаешь с ребенком? Кем ты ему представишься? Папой? Не та мать что родила А та что вырастила Ну хорошо Я дам ему Мать То ты и делала Вырастила его я По крайней мере И что ты ему скажешь? Я родила только Свидетель Вы знаете предмет иска? Естественно Значит истец Он нас замучил этим предметом Истец просит разрешения на воспитание своего сына Хорошо Просит разрешения Просил видимо разрешения у вас Сначала теперь он заявил это требование в суд Вы препятствуете общению? Препятствую Вы препятствуете? Да Потому что это не человек уже Это измененная личность А ты звонила Я говорю Он ребенку объяснит кто он такой Свидетель У меня к вам вопрос Истец на протяжении всех шести лет замужества вашей дочери за ним Вел себя неадекватно с вашей точки зрения Было такое замечала я То смотрю он губы подкрасит То пудрой попользуется А эти фенечки Фенечки собирал Фенечки Плес Так вот эти фенечки не интересуют Скажите пожалуйста еще Истец занимался воспитанием ребенков Когда они были женаты? Пока он был мужчиной Да Он участвовал в воспитании Не один он участвовал Правильно? Я участвовала и дочь моя участвовала Что? Не участвовал ты никогда в воспитании нашего сына? Вообще о чем знаешь? А то я ему уделяла мало времени Пока ты за смотками бегал За своими дружками Я всю жизнь дружила То есть у вас не было претензий по поводу воспитания Истцом своего сына? Нет он вел себя прилично дома Понятно Хорошо А как ребенок пойдет? Теперь у него две мамы? Да неизвестно Какие это мамы? Пока ребенку 6 лет Ему можно внушить Что? Можно внушить? Ему не надо Прекратите пожалуйста перепалку Истец Теперь суду ответьте В каком качестве вы будете общаться с Никитой Если суд вынесет такое решение? Вот именно Я буду общаться в качестве его второй матери Ваша честь можно добавить? Как понять в качестве второй матери? Ну вторая мать там Или на крестной мать Суд не может разрешить вам Так Намолчите Ответчик Дайте мне решить вопрос с Истцом Отцом моему сыну Будет молодой человек Так истец Суд не может вынести решение Я хочу добавить В том чтобы вы общались с ребенком С Никитой как вторая мать Суд может имеет право вынести решение Только на общение вас как отца ребенка Вы это понимаете? А он отцом как может быть? Ваша честь я могу с ним общаться Как скажем так двоюродная тетка Или еще кто-нибудь Ваша честь я могу добавить Мне есть что сказать еще У меня есть подруга Ответчик вы пока не можете добавить Я разговариваю с Истцом Истец Вы готовы Назваться просто дальним родственником Для того чтобы общаться с Никитой Да я готова это сделать То есть Никита не будет знать О том что вы его отец Ну когда он маленький Естественно я ему этого не скажу А когда он вырастет Станет более-менее взрослым Вы такой вариант ответчику предлагали? Я предлагала многие варианты Они всегда опирались И никогда То есть ответчики категорически не согласны Ни на один из вариантов Так я понимаю? Да Вы согласны на то Чтобы Истец представлялся Дальним родственником При общении с Никитой? Нет я категорически Ваша честь я категорически Мама подожди Я хотела добавить Потому что я хочу объяснить Почему не согласна Кто-нибудь из вас может сказать? Ребенок мой все-таки В первую очередь Я хочу сказать Ваша честь Что я категорически против Чтобы он в любом виде Общался с моим сыном Почему? А вот когда сын вырастет Когда он уже будет принимать Собственные решения Но не в 6 лет Тогда уже пусть Общается с отцом Я могу объяснить Почему нельзя им общаться сейчас Понимаете? Это будет много Ты можешь мне дать сказать? Я хочу сказать Скажи У меня есть подруга Которая работает вахтером В том доме Где он живет В том подъезде И она мне рассказывает Что происходит там каждый день К нему шляются Какие-то мужики Непонятные Такие странноватые Женщины приходят Они там не знают Что делают Какие-то оргии у них Или что? Что это такое? Куда там ребенка приводить? В 6 лет Истец, вы обращались В органы опеки и попечительства С этим вопросом? Да, Ваша честь Обращалась У меня есть справка Заключение от органов Опеки и попечительства Они также наводили Обо мне справки Вот Есть у меня Подтверждающий Документ Об этом деле Истец Обследование Вашего Жилья Органам опеки Производилось? Да, Ваша честь Производилось Они приходили Смотрели, как я живу Это отражено в заключении? Да, Ваша честь Отражено Скажите, пожалуйста В вашем жилье Есть место Для того, чтобы В вашем жилье Находился ваш ребенок Достаточное Для комфортного Присутствия? Я Занимаюсь Преподаванием вокала Вот Поэтому Ну частым Скажем так Преподаванием На дому Я на этом Зарабатываю сейчас Очень хорошие деньги И естественно Я могу Потратить любые средства На воспитание своего сына То есть я готова Это сделать Запил Квартира из скольких комнат у вас? Квартира из трех комнат Одна из них у меня студия Одна из них гостиная Одна из них детская То есть одна комната Будет специально предназначена Для нахождения в нем ребенка? Да, Ваша честь В том случае, если суд решит Возможном Встречи ваши с ребенком? Да, Ваша честь И боль комната очень большая Передайте, пожалуйста Заключение опеки С судебным приставом А ты с нами не мог посоветоваться до этого? Я с вами не собираюсь уже Больше ни о чем советоваться Как это мимо нас Ответчики, вы продолжаете настаивать На невозможности Воспитания из сом вашего ребенка? Нет, мы отказываемся Суд удаляется для принятия решения Смотрите в следующей программе Самое страшное, что я увидела Это то, что на моих глазах Разворачивался роман Между вот этой сиделкой И моим мужем На глазах умирающей Маргариты Казаковой Развернулся роман между ее мужем И сиделкой Боле-то измены придала Казаковой сил Каково же было ее возмущение Когда вместе с уволенной сиделкой Ушел и муж Ну, а потом Он же в катастрофу Брат-то попал Ну и все, ходить перестал И спросил, зачем ему гараж нужен? Вера Горобова рассказала родственнице о том Что когда она ухаживала за мужем-инвалидом У нее появился любовник Но когда пришлось решать, кому достанется гараж Страшная тайна стала известна всем Он просто залепил пощечину Одной из нашей постоянной клиентки Когда я ходил в баню с мамой У меня как бы отработала Поязнь женщин Волом виде особенно Работа стриптизером в женском клубе Довела Григория Горшкова До нервного срыва Он дал пощечину посетительнице И уволился с работы Хозяйка клуба требует вернуть деньги За обучение искусству стриптиза Оглашаю решение суда В соответствии со статьей 66 Семейного кодекса Российской Федерации Родитель, проживающий отдельно от ребенка Имеет право на общение с ребенком Суд удовлетворяет иск И устанавливает график В соответствии с предложениями исца Истец Суд хочет вам напомнить Что любому ребенку Для нормального и гармоничного развития И для того, чтобы у него не возникло в будущем проблем С построением своей собственной семьи Необходимо наблюдать Не только женскую модель поведения Но и мужскую Советую вам подумать об этом Решение сторонам понятно? Слушание дела окончено Решение суда Иск удовлетворить Решение суда